Здравствуйте! Эфир телеканала Россия 24 продолжит вести Хакасии в студии Наталья Чудина. Вам будет выгоднее заплатить за коммуналку позавчера. Письма примерно с таким содержанием нашли в своем почтовом ящике жильцы одного из домов Абакана сегодня утром. В письме коммунальщики известили жильцов о смене тарифов. Напомним, с 1 июля в Хакасии, как и во всей России, они выросли. Заплатить по старым расчетам можно было до 10 июля. И из-за несвоевременной рассылки эту возможность жильцы потеряли. Однако никаких принципиальных нарушений в такой ситуации жилищная инспекция не видит и в произошедшем винит самих жильцов. В ведомстве подчеркнули, незнание закона не освобождает от ответственности. Это было и на сайте, это должно было быть и в тихо-кассе. Как это не уведомили? И мы неоднократно. Я знаю, что в каждом платежном документе управляющая организация пишет, что вы должны платить до 10 числа. Независимо, поднялись тарифы, не поднялись тарифы. По жилищному кодексу квитанции должны приходить 1 июля. И запоздалую рассылку жилищная инспекция нарушением признает. Только незначительным. И наказания за него, скорее всего, не будет. В самом ЖУ-5 другая версия. По словам коммунальщиков, они сделали рассылку 9 июля. Так же, как и каждый месяц. Раньше невозможно, потому что нет данных от ресурсоснабжающих организаций. И управляющая компания, и жилинспекция сошлись в одном. Если жильцы не успели заплатить по старому тарифу, они виноваты в этом сами. Золотоносное месторождение в Аскиском районе стало источником опасности для местных жителей. После себя искатели оставили водоем глубиной в 50 метров. Население деревни Николаевка такое соседство, мягко говоря, не радует. На месте побывал Алексей Гончаренко. В деревне Николаевка население лишилось покоя ровно год назад, когда на золотоносное месторождение, это прямо за заборами, пришли рабочие. Вроде бы только просто для того, чтобы разведать запасы золота. Но почему-то появились искатели «Артель Камзас» сразу с тяжелой техникой, совсем необходимым для добычи оснащением. Они должны были проверить, есть золото или нет, но велась добыча круглыми сутками вблизи деревни. То есть это бессонная ночь, летели камни эти большие. Копали, как говорят местные жители, на такую глубину, что на дне котлована с высоты экскаваторы и самосвалы казались маленькими. Грунтовые воды откачивались. А когда золотоискатели ушли, образовался водоем. А там же глубина большая. Очень большая. Это где-то метров 30. Это даже может больше. Этот район золотоносный. Говорят, что драгоценный металл здесь добывают испокон веков. Перерыто буквально все вокруг. Но после добычи всегда велась рекультивация. За 56 лет я первый раз такое вижу. Ну это конечно, ну сделайте вы по уму. Ну чтобы так, ну резко, вот так и ребенок вот пойдет. Ну тут же рядом вот. Ребенок пойдет и упадет. И все, и он где будет выбираться. Ну оно может обрушиться. Оно же обрушиться может. И все, вы сами видите. Насыпи зыбкие и могут обвалиться даже под собственным весом. Детям строго-настрого запрещено сюда ходить. Но родителям все равно неспокойно. А рядом дорога. По ней ездят на школьных автобусах в соседнее село. Одно неловкое движение водителя и недалеко до трагедии. Машины не здесь, но рядом иногда слетают с трассы. Местные жители писали в различные надзорные инстанции и в прокуратуру в том числе. Но говорят, что лишь обращение к президенту Путину возымело какое-то действие. Я писала Владимиру Владимировичу письмо. То есть Владимир Владимирович, то есть, ну может администрация, там направили мое письмо в прокуратуру Хакасии, то есть в Абакан. И потом вот стали работать по лишению лицензии. Стали вот точно проверять. То есть быстро все они. Был поднят вопрос лишить лицензии золотодобывающей артель. Однако нерекультивированные отвалы остались. Но у главы сельсовета информация, что старатели готовы приступить к работам. Рекультивация этого деревня Николаевки, этого месторождения будет производиться. ООО «Канзас». Это мне заверил генеральный директор. По информации от местных жителей, работы действительно начались. Но не на этом месте, а неподалеку. Не к рекультивации приступили рабочие, а опять добывают золото. Алексей Гончаренко, Антон Михайлов, Вести, Хакасия. В Саиногорске возобновилось строительство дома ветеранов. Спустя практически 20 лет социально значимый объект может быть сдан. Дом-интернат на 50 мест в городе Металургов должны были открыть много лет назад. Возводить его стали еще в 97-м году. Все это время здание находилось в муниципальной собственности. Денег не хватало. В августе же прошлого года интернат передали республике. Однако время вновь упустили. Общая стоимость дома-интерната – 88 миллионов рублей. Из них освоили лишь 23 миллиона. Это подсчеты прошлых лет. Сегодня, по мнению специалистов, средств потребуется гораздо больше. Еще в мае Виктор Зимин потребовал от чиновников решить все бумажные проблемы и выделить деньги. А после объект внесли в республиканскую программу. Дом-интернат для пенсионеров и инвалидов в Саиногорске планируют открыть уже к концу 2014 года. Лимит финансирования по 2013 году – это 20 миллионов рублей. И сумма 36 миллионов остается на 2014 год. Мы не сомневаемся, что объект будет достроен точно в срок по поручению главы. И в 2014 году мы его введем в эксплуатацию. Военный резерв по контракту. В Хакасии продолжается реализация экспериментального проекта Министерства обороны России. Мужчинам, которых в случае объявления войны призовут защищать родину, теперь будут выплачивать денежное довольствие. Конечно, не всем, а лишь тем, с кем будет подписан соответствующий контракт. Сегодня идет активное информирование населения и встречи представителей военкомата с кандидатами. На одной из таких в Белом Яре побывали и наши корреспонденты. Раньше было бесплатно и обязательно, теперь за деньги и по желанию. Так в двух словах можно описать грядущую реформу мобилизационной системы страны. В российской армии решено отойти от повинности и создать профессиональный людской резерв на случай войны и всеобщей мобилизации. Это не имеет никакого отношения к локальным конфликтам или другим чрезвычайным ситуациям. Только вопросы, связанные с мобилизацией, будут затрагивать интересы граждан, пребывающих в запасе и заключивших контракт на пребывание в резерве. Да, это будет наиболее обученная часть, наиболее подготовленная и, я считаю, наиболее боеспособная. Первыми эксперимент на себе прочувствуют всего два субъекта страны – Башкирия и Хакассия. В Уфе создают инженерно-саперную бригаду, у нас мотострелковую, из 1100 человек со всем офицерским составом. Первый контракт на три года. Подписывая его, резервис начнет получать ежемесячные выплаты. В зависимости от воинской специальности и армейского звания – от 3 до 5 тысяч рублей. В период сборов сохраняется средняя зарплата на гражданки, а за дни, проведенные в учебке, дополнительные выплаты. Кстати, уезжать на учения придется каждый месяц, дня на 2-3 и раз в год на двухнедельные сборы. Для сравнения, раньше тренировки резерва проходили один раз в три года. Предполагая обоснованный интерес, военные озвучивают критерии отбора. В резерв попадут отслужившие в армии, не старше 42-х, офицеры 47-ми лет, несудимые и годные по здоровью. В этом, кстати, обещают делать небольшие поблажки. Тем же, кто по специальности не подходит в мотострелковую бригаду, дадут возможность переучиться. Нюансов еще, конечно, очень много. Один из главных – взаимодействие с работодателями. На госпредприятиях проблем не будет, но вот захочет ли частник каждый месяц отпускать работника на сборы – вопрос открытый. «Если встанет вопрос, либо продолжить контракт, либо остаться на работе, я, конечно, выберу работу. Не знаю, я с женой еще посоветуюсь. У меня ребенок. Если она добро даст, то, может, соглашусь». «Если что-то произойдет, так и так призовут. А то, что сейчас создает систему резервистов, это, наверное, хороший шаг вперед. Потому что до этого, насколько я знаю, прошедшие годы системы полностью были развалены». В любом случае оценить все плюсы и минусы время еще есть. Первые контракты подпишут в декабре этого года. Анна Ахпашева, Дмитрий Парахин, Вести, Хакасия. Детский сад в селе Куйбышево Бейского района нуждается в срочном ремонте. Дошкольное учреждение построено еще в 60-х годах. Сегодня в здании старые окна прогнило кровля и лопнул шифер. Чтобы откапиталить только крышу, необходимо около миллиона рублей. Таких денег в местной администрации нет. Между тем, детский сад «Колобок» посещает 63 ребенка. Это не только дети из села Куйбышево, но и из соседнего Аала Чаптыков, откуда малышей привозят каждый день. Для этого районные власти специально выделяют средства. Родители воспитанников сегодня делают ремонт своими силами. Пока только косметический. Помогают спонсоры, но этих денег все равно недостаточно. Руководство детского сада надеется на новый закон об образовании, который вступит в силу уже с 1 сентября. А уже с 2014 года перемены коснутся и дошкольных учреждений. С января месяца вроде как нас забирает к себе республика. Так же, как и школы. Ну и мы надеемся, что мы будем получать субвенции. Тогда, конечно, наверное, наше финансовое положение улучшится. В Хакасии подошел к концу всероссийский пленар молодых художников. В республике он проходит второй год подряд. На этот раз мероприятие было посвящено юбилею Сурикова. Участники проекта побывали в местах, где работал и собирал материал для создания великих картин Василий Иванович Суриков. Каждый день предполагал новые неповторимые пейзажи и погодные явления. Работа в уникальных природных условиях Хакасии является прекрасной школой для оттачивания мастерства. А встреча с коллегами по цеху способствовала творческому росту. Живописцы работали в Ширинском и Аскизском районах, богатых своим историко-культурным наследием. Меня больше всего поразило, конечно, количество археологических памятников, дольменов, наскальные рисунки. В первый раз я это, конечно, увидел. Мы это знаем понаслышке из истории искусств. С детства мы это все изучаем. Но вот так воочию прикоснуться к этому, это, конечно, удивительно. Работы молодых художников, выполненные в рамках пленера, можно будет увидеть в Национальном краеведческом музее. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Удачи и до встречи на телеканале «Россия-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова